Добрый день всем. Добрый день наши дорогие ученики 7 класса. Я напоминаю, что мы ведем открытые уроки и в качестве учеников выступают нас молодые педагоги. Совет молодых педагогов города Москвы нас поддержат уже от уроку к уроку. Замечательные педагоги, учителя физики здесь в аудитории, поэтому мы ждем от вас и реплик, и вопросов, и ваши экспертизы. Все те, кто сейчас у экранов онлайн смотрит наш открытый урок очередной, я напомню, что у нас прошло уже много уроков, некоторое количество вебинаров, и все это посвящено новой образовательной реальности, которая называется электронный учебник. Она входит в нашу жизнь, надеемся, добровольно. По крайней мере, так убеждает наш регулятор. И все записи всех уроков, записи всех вебинаров, и сегодня есть на сайте просвещения, на сайте департамента образования города Москвы, который вместе с тем и центром помогает нам вести эти уроки из этой студии, оснащенной всем необходимым, чтобы можно было транслировать то, что сегодня происходит на уроке, на ваш экран. И также нас можно смотреть, понятно, в записи, можно смотреть, есть такой проект «Школа второго века», там тоже мы сейчас выложили все наши уроки. Это связано с тем, что этот проект используется для апробации электронных учебников, которые сейчас идут по всей стране. Каждый педагог сегодня, зайдя на сайт просвещения, может, следуя нормальной логике от электронного учебника к апробации, сегодня на свой планшет, на свое устройство Android или Windows скачать один из 50 учебников, которые предлагаются для апробации, и ими можно будет пользоваться и самим, и в классе до 31 мая этого года. С 1 мая у нас включится и Apple, iOS, поэтому те, у кого такие современные устройства вот этой компании, тоже смогут поучаствовать в этом проекте. Прежде чем представить педагога, видите, как у нас длинный сегодня заход, потому что сегодня у нас необычный день, мы уже вошли во вкус, и мы стараемся каждый раз удивлять самих себя, своих учеников и вас, дорогие зрители, кто присутствует сегодня на этом вебинаре, на этом открытом уроке. И сегодня мы уже шагаем еще в сторону новой конструкции урока, то, что называется смешанный урок. Мы сегодня будем работать, разбили глаз пополам, одна половина работает традиционно, правильно слово традиционно? Я должен вас представить уже. Я представлю, сегодня у нас урок физики, этот урок ведет Чернявская Татьяна Борисовна, очень приятно, лицей номер 138 города Москвы. Это урок физики в 7 классе по учебнику, который авторский коллектив, Панибратцева, Белага, Ломаченков, по-моему, из сепарального дарения. Это известный учебник, учебник просвещения, и на основе одной из тем этого учебника сегодня будет урок. И у нас, вы нам подскажите, с правой стороны традиционный... Реальная лаборатория с реальными объектами и правая лаборатория. И что очень важно, здесь, с этой стороны, все работают с печатным учебником, с самым обычным, печатным, к которому вы привыкли. Это у нас линия сферы, уже очень знаменитая. Мария, спасибо вам за такую помощь. А с левой стороны у нас современный класс или класс будущего. Или, может быть, нет, мы не знаем, как будет. Но сегодня видите такие устройства, гибридные устройства. Это планшет с клавиатурой. На них сейчас платформа Windows 8.1. На них тоже работают современные лаптопы с тачскрином. То есть можно дотрагиваться до экрана и таким образом реализовать программу. Там тоже идут учебники просвещения. Пожалуйста, у кого есть такие возможности, это тоже очень удобно. Сегодня мы поработаем в таком варианте. И я должен сказать, что сегодня мы переходим к самому традиционному устройству всех современных классов – интерактивная доска. Все спрашивали, а где же у нас интерактивная доска? До этого дня мы просто транслировали то, что было на планшете педагога на интерактивную доску. А сегодня мы в полной мере будем с ней работать. И нам предоставили сегодня для этого урока группу компаний Digis, которая является основным или главным или единственным поставщиком досок Smart в стране. И доска Smart, и программное обеспечение, которое сегодня весь класс объединяет, тоже относится к этой компании, к этим разработчикам, к этому Smart. Поэтому электронный учебник просвещения, Smart, виртуальная лабораторная, реальная лабораторная и печатные учебники. Татьяна Борисовна, у вас сегодня полный набор. Мы надеемся, что все у нас работает. И мы помним, что если что-то не работает, ничего страшного. Мы все сразу перейдем на эту сторону, возьмем печатные учебники и будем вместе вдвоем читать один учебник. Потому что, в конце концов, это самое неубиваемое, что было у нас. Это останется нами навсегда, надолго. И мы не боимся переходить к новой технологии, потому что у нас есть всегда печатный учебник. Мы начинаем наш урок. Урок физики в 7 классе. Татьяна Борисовна, Ваше слово. Вам слово. Спасибо. Добрый день, класс. Рада всех приветствовать. Давайте проведем сегодня урок в научной лаборатории. В вашей группе вы сами выбирали свое рабочее место. Я предлагаю поработать в цифровой лаборатории, с цифровыми объектами в вашей группе. И вы тоже сделали сами свой выбор. Предлагаю поработать с реальными объектами, с реальным лабораторным оборудованием. Как говорил Аристотель, сначала соберите факты, а потом выстроите их в мысли. Давайте вспомним то, что вы уже знаете на сегодняшний день, и то, что вам поможет сегодня изучить новую тему. И чем вы будете сегодня заниматься, мне тоже бы хотелось вам об этом сказать. Сегодня работаем со мной, с электронным учебником «Физика 7 класса. Сфера». Внимание на доску. Пожалуйста, назовите мне основные методы научного познания. Они перед вами. Пожалуйста, Диана. Наблюдение. Наблюдение. Как вы это понимаете? Что вы сегодня будете делать? Мы, видимо, будем наблюдать какие-то процессы, которые будут происходить. Хорошо. Спасибо вам большое. Мария, следующий научный метод, какой вы видите на доске? Гипотеза. Гипотеза. Как вы это понимаете? Мы должны сделать какое-то предположение и в конце урока его доказать или опровергнуть. Или опровергнуть. Хорошо. Еще один из методов научного познания. Кто видит? Так, пожалуйста, Иван. Эксперимент. Эксперимент. Я думаю, для того, чтобы опровергнуть или подтвердить гипотезу, мы должны эксперимент этот провести, то есть получить доказательства. Все эти методы научного познания помогут нам в конце урока сделать что? Выводы. Хорошо. О чем же мы сегодня будем делать выводы? Мы переходим с вами в электронный учебник, в раздел «Закладки». Здесь я для вас специально заранее приготовила те параграфы, которые нам сегодня необходимо вспомнить для того, чтобы изучать новую тему. Итак, скажите, пожалуйста, какая физическая величина является мерой воздействия тел? Сила. Сила, молодцы. Давайте вспомним, что такое сила тяжести. Итак, продолжите фразу. Сила тяжести – это… Так, Диана. Сила тяжести – это… Сила. Помогайте, пожалуйста, Андрей. Это сила, с которой тело притягивает… Земля притягивает себе все тела. Хорошо. Хорошо. Сила имеет направление, имеет точку приложения. Куда направлена сила тяжести? К ядру. К центру. Можно отвечать хором. Молодцы. Теперь давайте вспомним, какая сила называется весом тела. Очень часто вы путаете ее с массой тела. Вес тела – это сила. На рисунке справа от вас изображена сейчас какая сила, которая действует на гирю? Сила тяжести. Сила тяжести. Она направлена к центру Земли. Но на рисунке, когда тело у нас находится на горизонтальной опоре, мы говорим, что оно направлено вниз. И рисуем ее вниз. Обозначается F-тяжести. Слева от вас, посмотрите, пожалуйста, изображена сила вес тела. Как возникает эта сила? Андрюш, пожалуйста. Что имеется в виду? Как она возникает? Какое взаимодействие? Мы говорим, что сила – это взаимодействие тела. С телом взаимодействует опорой вследствие земного притяжения. И мы видим с вами, что здесь различные точки приложения. Здесь сила приложена к центру, потому что действует на все тело. А здесь сила приложена к опоре, потому что действует на опору. Обозначается буквой P и точно так же сила тяжести, так как она вызвана вследствие данной силы, и она тоже направлена вниз. Хорошо. Мы сегодня тренируемся. Давайте вспомним, каким прибором можно измерить силу, в чем она измеряется, и как мы сегодня это будем с вами делать. Итак, перед вами прибор, который называется… Если кто помнит у нас, как называется прибор, который Ваня? Динамометр. Динамометр. Хорошо. Единицы измерения, в которых измеряет данный прибор, силу. В честь великого английского ученого Ньютона. Хорошо. Как же измерить? Меня спрашивали, как же измерить силу, вес тела с помощью нашего динамометра? Что необходимо сделать? Необходимо тело подвесить на динамометр и подождать, когда стрелочка динамометра перестанет двигаться, и посмотреть на шкалу. Каждый прибор у нас имеет шкалу. И в данной ситуации сила… Если вы не видите, я вам скажу, стрелочка остановилась на цифре 1. Значит, с какой силой в данной ситуации тело действует на вертикальный подвес? Сила, вес тела равна 1 Ньютону. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, здесь не зря стоит стакан с водой. Что будет происходить с весом тела, если я подниму наш динамометр? Так. Вам тоже это предстоит, да? Учимся вместе. Подниму наш динамометр, опять подвешу тело. Но подставлю… Так, сначала нужен стаканчик, да? Подставить стаканчик, потом подвесить тело. Вместе учимся с цифровыми объектами работать, и мы в том числе. Как вы считаете, измелится ли вес тела, когда мы с вами динамометр опустим в воду? Да. Изменится. Каким образом изменится? Станет меньше. Станет меньше. Давайте с вами проверим и выдвинем несколько гипотез, от чего это будет зависеть, от чего будет зависеть вес тела в жидкости. Открываем с вами наш учебник, раздел содержания. Электронный учебник открывает цифровая лаборатория. Тот, кто работает с печатным учебником, страница 96. Я прошу вас на этой странице, я тоже работаю вместе с вами, с содержанием. Ищу параграф 37. Параграф 37. Так, параграф 37. Я не буду открывать текстовый вариант, а вы, пожалуйста, выдвиньте мне несколько гипотез, что происходит с телом и как меняется его вес, когда тело погружается в жидкость. Почему же, как говорите, уменьшается вес тела? Андрюш. Возникает сила Архимеда, которая выталкивает тело вверх. Мы говорим, что сила – это взаимодействие. Какие тела здесь взаимодействуют? Жидкость и тело, которое мы туда погружаем. Погружается в эту жидкость, хорошо. От чего же зависит? Найдите, сформулируйте несколько гипотез. От чего может зависеть? От плотности. От плотности. Вот говорят, чего? Воды. Или жидкости, да? Да, жидкости. От плотности и жидкости, хорошо. Ещё. От объёма тела. От плотности тела. Которого мы погружаем. Тело мы будем называть так, хорошо, молодцы. Ещё. От объёма тела. От объёма тела может зависеть. Ещё ваше предположение? От состава воды. А мы сказали, от плотности и жидкости. Хорошо. Ещё раз эту гипотезу мы выдвинули. От глубины. От глубины погружения. Вдруг там сильнее или меньше, наоборот. Или сила сильнее, или вес тела меньше, чем будем мы ниже погружать наше тело. Хорошо. Очень много гипотез. Молодцы. Я сегодня предлагаю вам эти гипотезы экспериментально проверить. В вашей лаборатории с помощью лабораторных инструментов, да? А в вашей лаборатории цифровой с помощью продукта, которым мы будем сегодня пользоваться с вами, продукт нового диска, называется лабораторное оборудование. Откройте, пожалуйста, раздел «Ход работы». Все вы получили экспериментальное задание. Возьмите, пожалуйста, его. Экспериментальное задание. Возьмите, пожалуйста, его. В ходе экспериментального задания мы с вами будем заполнять вот такую таблицу. И мне нужны ваши или подтверждения, или провержения тех фактов, тех гипотез, которые вы сейчас выдвинули. Итак, пожалуйста, я даю вам время на выполнение того задания экспериментального, которое у вас. Если у вас есть какие-то сложности, трудности, вопросы, поднимите руку, задайте вопрос. И я вам, конечно, помогу. Я скажу, пока вы работаете, скажу, что мне поступают вопросы от наших дистанционных зрителей или учителей. И сейчас главный вопрос, который появляется здесь. А что это за виртуальная лабораторная, кто ее делает, где вы ее взяли и как нам ее получить? Мы помним, что у нас доска Smart и очень известная компания «Новый диск». создают большое количество виртуальных, лабораторных, разных живых плакатов на интерактивную доску. Все содержание, которое мы сейчас видим, связано с этой лабораторной, создано в «Новом диске». И «Новый диск» тоже нам предоставил эту возможность пользоваться сегодня на уроке своим программным обеспечением. И важно, что это легко стыкуется, связывается с учебником просвещения. Мы сейчас увидим, как мы можем одну подключать в другую. И мы сейчас покажем. У нас есть программа Smart, которая покажет нам рабочее место ученика. То есть мы также пользуемся этой программой Smart на доске. Так, Евгений, помогайте нам. То есть отключились, да, пока что? Да, наверное, что-то мы сейчас посмотрим. Сейчас мы попросим подключить. То есть бывает, но в принципе мы можем здесь увидеть… Блокировка интернета. Да, сейчас мы попробуем восстановить. То есть в принципе это программное успение позволяет нам видеть, что делает каждый ученик на своем лаптопе или гибридном устройстве. Напомню, что у нас сегодня устройство – это планшет вместе с клавиатурой. Планшет легко отстегивается и можно с ним работать, как с обычным планшетом. Или вот работать в виде лаптопа, который нам более привычен. Сейчас мы увидим, как появляется то, что на экране у ученика. В лаптопе будет видно здесь. В этом смысле учитель может контролировать работу каждого ученика. По крайней мере, я вижу уникальные коды здесь. Но вот работа идет. Еще раз напомню, одна половина класса это делает в реальной лабораторной, другая половина класса сейчас использует гибридную, виртуальную лабораторную. И вот прямо на экране передвигают грузики пальчиком. Да, то есть все попадает в воду прямо то, о чем сейчас Татьяна Борисовна нам говорила. Взвешивайте, посмотрите, взвешивайте, что у вас получается. Так. Напомню, что в этих устройствах и учебник, и виртуальная лабораторная. А у ребят справа от меня стороны учеников учебник печатный перед ними лежит. И реально лабораторная. Разница есть, да? Не получается, да? Вот, девочки, салфеточка для того, чтобы выручить. На доске что-то? Попробуем. Пойдите, пожалуйста. Просто нам важно показать, что такая возможность есть. Сейчас мы... На одну десятую должно различаться. Не получается. Давайте еще раз попробуем. Один, да? Нет, тут 0,6. Обычно в таких случаях зрители меня спрашивают. А что делать, если у нас нет такого замечательного Евгения, который пришел и все наладил? Но в этом и суть, что когда немножко вы с чем-то работаете, вы тот алгоритм движения, который нужен, уже сами усваиваете. И в общем сейчас в стране очень много таких предложений. Они работают. И поэтому, когда я путешествую, мне каждый раз показывают работу смарт-доски с классом, как интегрированы. И как можно увидеть на своем лаптопе, учитель может увидеть каждый экран каждого ученика. Вот, пожалуйста. Если у вас вопросы, меня и чайка. И вам все уже сделают. Выполните какой-то... Сейчас мы видим экран одного из наших учеников. Так, подписываем как... Кто у нас сейчас... Подвигайте, пожалуйста, динамометром. Это тоже для такой работы тоже должен быть Wi-Fi в классе. Нет, не получается. Иногда он получше, на похожее Wi-Fi гуляет. И это тоже вопрос, насколько мы можем на это рассчитывать. Да, но в принципе... Нет, чей компьютер? Сейчас узнаем. 56-й. А вот у нас вот здесь движение идет, по-моему... Наблюдение. Наблюдение. Может, с небольшой затяжкой? Да, вот я тоже думаю, что здесь... Так, вот сейчас мы должны на самом деле увидеть... То есть вы уже провели этот эксперимент, да? И сейчас пишете свои результаты, да? Свои... Да, а вообще можно было посмотреть, да? Посмотреть, как реально... Работает ребенок, да? Это может быть... 56-й. 56-й, да, будьте добры, Женя. 56-й. Нет, нам важно сейчас все пробовать, чтобы мы точно знали, как все работает. У кого он 56-й? Так, получается? Или немножко... Он тормозит, да? Тормозит немножко, да? Ну, это все для нас перспектива, технические вопросы мы тоже будем решать. Не страшно, важно, что мы только сегодня все подключили. Ну, мы видим, что ученик работает, да? Что он запустил опыт, и он работает, да? И мы видим, что хорошо. Евгения, это задержка, да? Да, хорошо. Давайте вернемся к нашему... Ну что ж, я думаю, что мы плодотворно поработали, много для себя нового узнали. И сейчас мы те гипотезы, которые выдвигали с вами, давайте подтвердим или опровергнем. В классе и в ЦРО-лаборатории, и в реальной лаборатории были одинаковые экспериментальные задачи. Давайте сравним наши результаты. Одинаковые ли выводы у нас получились? Повлияли ли наши выводы на то, что мы работали с цифровыми объектами и с реальными, да? Давайте посмотрим. Итак, гипотеза номер один. Мы выдвигали с вами, что выталкивающая сила зависит от объема. Поднимите руки, пожалуйста, в классе, у кого была гипотеза один. Хорошо. Давайте предоставим слове слово Виктории, что получилось у вас, и потом предоставим слово цифровой лаборатории, что получилось у ребят. У меня было два груза, одинакового веса, разного объема, из одинакового вещества сделано, и одинаковая плотность воды была. Жидкость одинаковая, вода. Хорошо. И получилось, что в одном грузе у меня выталкивающая сила 0,2 ньютона. Действовала на данное тело сила? На данное тело номер один действовала сила. Так. А на второй грузик у меня 0,1 ньютон. Хорошо. Первый груз. Сравните их объемы и сделайте вывод, от чего зависит, как зависит выталкивающая сила. Объема как бы больше. Не как бы, а явно больше, да, мы видим. Явно больше. Квадратный. Второе поменьше. Объема. Вывод. Вывод, что выталкивающая сила зависит от объема тела. Чем больше объем, тем больше выталкивающая сила. Пожалуйста, пройдите, запишите ваш вывод. Цифровая лаборатория, что у вас получилось? Пожалуйста, Павел. Выводы получили те же. Использовали большой алюминиевый вес сначала. Взвесили его в воде и вне воды. Потом маленький латунный, тоже взвесили вне и в воде. И получили, что выталкивающая сила зависит от объема. То есть, чем больше объем тела, тем больше и, соответственно, выталкивающая сила. Прошу вас зафиксировать ваш вывод. Гипотеза номер два. Гипотеза номер два. Как выталкивающая сила зависит от плотности жидкости. Пожалуйста, поднимите руки, кто проводил эксперимент и проверял вторую гипотезу от плотности жидкости. Это Мария и Кристина. Пожалуйста, Мария, слушаем вас. У нас было два раствора. Это обычная пресная вода и раствор соли в воде. Мы взвешивали один и тот же груз. И получился такой вывод, что чем больше плотность жидкости, тем сильнее выталкивающая сила. Чем сильнее выталкивающая сила. Прошу вас записать ваш вывод. К сожалению, в виртуальной лаборатории не было варианта возможности поработать вам с разной плотностью жидкости. Поэтому новый диск также просит нас свои идеи и предложения высказывать. И мы, как физики, обязательно с вами попросим, чтобы этот опыт тоже был. Проверка зависимости силы Архимеда от плотности жидкости. Третья гипотеза. Третья гипотеза. Мы с вами... Так, Мария пишет. От чего же не зависит выталкивающая сила? Итак, третья гипотеза. Кто работал с третьей гипотезой? Так, пожалуйста, Юля, я слушаю вас. Ваша гипотеза какая была? Моя гипотеза была, что зависимость выталкивающей силы от глубины погружения тела. И у меня получилось, что выталкивающая сила не зависит от глубины погружения тела. Не зависит, к сожалению, да? Или к счастью, не зависит. В реальной лаборатории... Пожалуйста, Наташа, у вас... От глубины погружения... От глубины погружения. Вы погружали одно и то же тело в одну и ту же жидкость. Молодцы, зафиксируйте свой, пожалуйста, вывод на доске. Так, от чего же еще не зависит выталкивающая сила? Гипотеза номер 4. Так, пожалуйста, Ира. У меня была гипотеза проверка зависимости выталкивающей силы от массы тела. От массы тела? От массы тела, да. У меня было два тела одинакового объема, но разной массы. И эксперимент показал, что выталкивающая сила не зависит от массы тела. Она и в том и другом случае... Оказалась одинаковая 0,1 Ньютон. Очень хорошо. Цифровая лаборатория. Я думаю, что у вас тоже была такая... У вас что, получилось то же самое еще раз? Что? Вывод. Такой вывод, что не зависит от вещества. От массы тела, да. Объемы были одинаковые, но вещества были разные, да, поэтому масса их была разная, но не зависит. Прошу вас зафиксировать ваш вывод на доске. Итак. Так, Алевтина, вы тоже. Цифровая лаборатория, пожалуйста. Ну что же, эксперимент удался. Мы можем так, как Архимед, наверное... Ну вот это тоже ничего страшного. Учимся работать. У нас есть, да, у нас есть, так же, как у обычной доски. Все очень хорошо. Так. Эксперимент удался, я надеюсь. И вам понравилось работать и с реальным оборудованием, с цифровым. Вообще, уважаемые коллеги, можно на реальных уроках, мы ограничены во времени. А вообще мы проводили такой небольшой опыт работы, когда делали несколько работ. То есть можно практику таким образом организовать и в течение урока меняться работами. Или можно было поменяться местами, да, и реальные лаборатории перейти в цифровую. И какие-то подтвердители опровергнут гипотезы, а цифровую, конечно, поработать с реальными объектами. Учителя физики против того, чтобы совсем убирать реальные объекты. И, наверное, это правильно. Но так как мы учимся в цифровом обществе, мы должны уметь детей учить работать и с цифровыми объектами в том числе. Поэтому, конечно, мы будем это с вами и дальше продолжать исследовать. Хорошо. Вы узнали сегодня на уроке, что при погружении тела в жидкость на неё действует, можно хором, выталкивающая сила. Очень хорошо, что нам вот здесь уже говорят о том, что эта сила ещё называется не только выталкивающая, а сила Архимеда, потому что её открыл древнегрический учёный Архимед. Спасибо вам большое за историческую справку. Внимание на доску. Скажите, пожалуйста, и посмотрите на данный слайд, почему одни тела погружаются очень сильно в жидкость, другие плавают на её поверхности, а третьи вообще тонут. У них разная плотность тела. Разная плотность тела, плотность жидкости, то есть вы начинаете выдвигать новые гипотезы. Если вы помните, у нас в таблице было продолжение. Так вот, это продолжение нашего урока. Следующего. Мы продолжим с вами эксперимент и узнаем с вами условия плавания тел. А сегодня я благодарю вас за урок. Домашнее задание, параграф 37, сила Архимеда. Пожалуйста, и в электронном учебнике вы можете найти данный параграф, и параграф можете найти этот в печатном учебнике. Но, наверное, традиционно ещё мы должны проверить всё-таки и устроить небольшое соревнование, если вы не против. До конца урока осталось 3 секунды. Мы с вами очень многое успели. Давайте проверим, как действительно вы усвоили новую тему. И давайте следующим образом можно совещаться, говорить. По одному вопросу мы зададим к каждой лаборатории, а в конце кто вперёд успеет. Итак, задание номер один. Алюминиевый шарик, подвешенный к динамометру, погрузили сначала в воду, а затем в керосин. Архимедова сила зависит от глубины погружения шарика в жидкость. В воде меньше, чем в керосине. В воде больше, чем в керосине. Не зависит от рода жидкости, в которой он находится. Итак, мы первое слово предоставляем цифровой лаборатории. Ваш ответ? Три в воде больше, чем в керосине. В воде больше, чем в керосине. Почему вы отвечаете так? Потому что чем больше плотность жидкости, тем больше сила Архимеда. А в воды плотность 1000, а у керосина 800. Хорошо. Следующий вопрос для лаборатории. Реальный. Итак, на весах уравновешены два шарика. Если убрать сосуд с жидкостью, что будет происходить? Равновесие не нарушится. Шарик 1 перевесит шарик 2. Или шарик 2 перевесит шарик 1. Итак. Шарик 2 перевесит шарик 1. Объясните, почему вы так решили? Оно становится легче. Как только мы убираем жидкость, перестает действовать выталкивающаяся сила. Она не перестает. В воздухе тоже действует выталкивающаяся сила, но она намного меньше. Молодцы. Итак, вы говорите о том, что шарик 2 перевесит. Ну и последний вопрос. Будьте внимательны. Цифровая лаборатория не хитриди. Закройте, пожалуйста, электронные учебники. Давайте, чтобы все были в равных условиях. Итак, Ваня, вас не будем просить отвечать на данный вопрос. Так, давайте следующим образом. Итак, вопрос третий на скорость. На рисунке изображены две одинаковые рыбки, плавающие на разной глубине. На какую из рыб действует большая архимедова сила? Итак, на какую из рыбок действует большая архимедова сила равны. Можно кричать громко. Равны. Почему вы так решили? Потому что не зависит от глубины, зависит только от объема и плотности. И рыбки одинаковые, сказано. Значит, их плотность, масса и все остальное, объемы одинаковые. Ну что же, молодцы. Я с удовольствием всем в электронный журнал поставлю сегодня отлично. Спасибо вам большое. А вы боялись физики. Спасибо большое за урок. Татьяна Борисовна, у нас много вопросов к нам пришло по ходу урока. Мы сейчас будем отвечать. Но у нас сегодня была еще одна гипотеза, в которой мы привели, что результаты физические или физики или факты не зависит от того, учиться в традиционном образом или в виртуальной лабораторной. И мы получили одни и те же ответы и там, и там, что говорит о том, что в целом на природу жизни все эти новые технологии не влияют. И слава богу, поэтому мы можем жить, как мы жили раньше. Но сейчас мы еще посмотрим, понравилось, что понравилось, что не понравилось. Давайте мы к вопросам перейдем. Но прежде чем перейдем к вопросам наших удаленных зрителей и слушателей, то, может быть, есть какие-нибудь вопросы из зала у вас по ходу урока или какая-то реплика. Тогда скажите, вы просто поднимите руку. А я пока буду читать то, что нам здесь сказали. Первый вопрос, он общий. Светлана Шиша. Этот учебник входит в перечень допущенных к изучению в образовательных организациях, в школах? Да, входит. Это учебник физики седьмого класса, линия сферы. Есть по разным предметам. Это комплект учебников по всем предметам. Да, это группа авторов, которой руководит панибратцев. Дальше. Сейчас пропущу вопрос, мы лучше к уроку, я к нему вернусь. Есть ли в учебнике интерактивной лабораторной работы или с каким приложением работает учитель? Мы сегодня работали с новым для нас приложением, которое нам любезно предложила компания «Новый диск». Вообще, я думаю, что будет планироваться в дальнейшем, в том числе, есть же тетради к этим учебникам, есть еще тетради практически. Поэтому, может быть, потом будет возможность организовать и такого вида электронные пособия. В принципе, мы про это много раз говорили, имеет ли смысл загружать учебник и делать его тяжелым, когда в нем виртуальные, интерактивные, или оставить его легким в базовом варианте, и он работает оффлайн, без интернета, без Wi-Fi. Вот то, что мы сейчас видели на доске. А когда нам нужно, когда у нас есть интернет, когда у нас есть другие ресурсы, то мы всегда можем их совместить с этим учебником, чем и хорош и учебник, и эти ресурсы. Учебник специально придуман так, чтобы к нему было легко подгружать, подключать любые разработки других, которые внешне есть. Мы чуть-чуть шаг вперед делаем, чтобы к свету. Дальше. Вопрос. О, прямо к вам вопрос. Можно ли заменить лабораторную работу с приборами на работу с электронным пособием? С виртуальной лабораторной работой имеется в виду? Наверное, да. Я думаю, что можно. Мы увидели, что, в принципе, выводы учащихся сделали верные. И действительно, работы предполагают. Единственное, что многие физики, практики, они говорят о том, что нельзя исключать практические опыты, и они есть у нас в данной ситуации, на практикамах. Но мы знаем, что учащиеся сдают единый государственный экзамен ЕГЭ. Там есть экспериментальные задачи, на которых есть фотографии, которые необходимо уметь читать, уметь комментировать, делать выводы. Поэтому, наверное, цифровые объекты помогут учащимся готовиться к единому государственному экзамену, именно к экспериментальным задачам. То есть уже сегодня, еще до вступления в силу электронных учебников, на самом деле ЕГЭ подразумевает, что просто по образам или рисункам, снимкам реальных лабораторных нужно считать. Да, читать, уметь читать, показания снимать приборов. Да, поэтому я думаю, что вот это именно поможет детям в подготовке к единому государственному и к ОГЭ по физике в девятых классах. Там тоже есть экспериментальные задачи. Так, следующий вопрос такой. Можно ли с помощью электронного учебника организовать работу? Да, кстати, я еще добавил, потому что вы сейчас сказали, что вы часто слышите идею смешанного класса или смешанного обучения. Вот это смешанное обучение, то есть в принципе то, что Татьяна Борисовна сегодня уже сказала, можно было одну часть гипотез делать в виртуальном лабораторной, другие гипотезы в реальной. То есть мы могли поменяться местами, пришли бы просто в другую часть класса и посмотреть, что за урок могли поработать и вы с виртуальной, и реальной, и вы с виртуальной реальной. Поэтому, собственно, это дает нам возможность продвигаться в... Еще мы пытались ответить на вопрос, очень часто задали один и тот же вопрос, когда говорили, такого количества не будет планшетов, что делать? Вот как раз комбинированный урок поможет работать и с печатным изданием учебника, и с электронным, когда в классе не 30 планшетов, но это нереально, мы понимаем, но по крайней мере 5-6, даже 3 планшета, это уже возможность поработать. Стаканчики потихоньку теряются, их все меньше и меньше, поэтому это будет экзотика, и для тех, кому повезло, тем дадут реальную, а уж всем остальным дадут планшет виртуальный, и там ничего не теряется, там всегда все есть. Вот, можно ли с помощью электронного учебника организовать работу в разновозрастном классе? В разновозрастном классе это имеется в виду физика, коллеги, помогайте в разновозрастном классе. Наверное, имеется в виду... Имеется в виду, наверное, 10 класс, сидит 11 класс, да? Малокомплектные школы, там урок физики, на него все приходят, то есть электронный учебник для этого просто создан, потому что все умещается в планшете, можно легко переходить оттуда. И как вы сегодня делали повтор по параграфам, пунктам одного учебника, можно было бы и пойти в учебник, есть учебник физики 6 класса? Вот теперь смотрите, чтобы сделать закладки в электронном учебнике, понадобилось, ну, буквально, ну, полторы-две минуты, я попыталась, меня отговорили сделать закладки для вас, мне сказали, не надо, пусть дети учатся работать с содержанием. У меня ушло на каждый учебник по 5 минут, вырезать закладку, написать и так далее, и тому подобное, да? То есть вот для повторения, когда идут несколько параграфов, и они разбросаны по всему учебнику, конечно, электронный учебник помогает нам быстро организовать повторение того материала, который мы изучили, может быть, в первой четверти, во второй там. Мария Столченова. В чем преимущество цифровых опытов, в отличие от реальных? Преимущество. Я понимаю, что, может быть… Преимущество в том, что учителю не нужно готовить и тратить время, это эффективно, можно организовать свое рабочее время и заняться практически занятием… Это с точки зрения учителя, а с точки зрения ученика. Вы ответьте, скажите, пожалуйста, только в микрофон, если можно. Ну, мне кажется, что, как бы мы ни хотели, но дети, они активные, и вот с электронной, да, виртуальной лабораторией травматизм, мне кажется, он уменьшится. Техника безопасности, да. Да, техника безопасности соблюдать гораздо проще, потому что здесь нет никаких предметов и объектов, с которыми работаем. Так, пожалуйста. А с моей… Мое мнение такое, что повысится интерес, потому что у меня, например, физика преподавалась не на очень высоком уровне, мне было скучно, а сейчас я прям сама все смотрю. Тут в учебнике подсматриваю, в электронной лаборатории делаю, еще раз возвращаясь, проверяю. Замечательно. То есть то, что подготовила издательство просвещения и новый диск, прямо то, что для этого урока, то, что нужно. Так, вот еще Ирина. Да, пожалуйста. Да, даже мы, находясь по этой стороне, с традиционной системой с учебником, проведя уже эксперимент, хотелось перебежать на эту сторону и смотреть, а как там это получилось и сравнить. Так что обязательно посмотрим после урока. То есть вы завидовали той половине? Да, немножко. Так, идем дальше по вопросам. Так, Елена Фомина. Какие еще возможности электронного учебника можно использовать для развития экспериментальной деятельности? Ну вот еще раз мы говорим, что в принципе учебник не предполагает содержание интерактивного, так скажем, оборудования. В базовом варианте. Да, но вот немножечко нам не хватило времени, но такая таблица есть у нас, разрешите показать. Да, мы же не проверили с вами… А что, я неправильно поставила там? Вы просто не поставили. Я не поставила, простите, ради бога. Значит, я бы хотела показать… Так. Сейчас я покажу. Да, вот там закрываем. Так, выходим. Так, экспериментально, да, в данной ситуации. Так, нет, извините, сейчас мы… Между хопом. Действие жидкости. Так, сейчас еще разочек, подождите, я сейчас… В какой-то голове была? Действие вот здесь, наверное, да? А, нет, это у нас подгружено в… Так. Так. Подгружено, да? В галерею. Значит, вот здесь та же самая табличка. Да, в плиточке подгружено, та же самая таблица. В этой голове? Или не в этой, может быть, вот в этой. Так, нам нужно зайти в содержание, да? Мы в содержании. Нет, чтобы в содержание, давайте так сделаем. Значит, вот здесь у нас тоже есть… Вы… Так, Жень, я запуталась, да, где у нас таблица? Давайте посмотрим. Вот та таблица, которую мы… Вот в содержании. Как в каком были? Нет, мы вывели содержание. Так, мы убежали. Я думаю, на дополнительных плазмах. Так. На то, что вы ищете. Воздухоплавание. Здесь? Где у нас подгружено? На дополнительных плазмах. Подскажите, какой. Да, мы предполагали работать в самом электронном учебнике. Я покажу, да, что в самом электронном учебнике тоже может быть… Внутри плитка. Подгрузили мы. …которые разные варианты стоят. И то, что Татьяна Борисовна сегодня приготовила к этой главе, и, соответственно, можно открыть. Да, и сохранить данную ситуацию. И таким образом, вот экспериментальные задачи можно… Это планируется как бы с учетом мнения учителей загрузить какие-то экспериментальные задачи, которые можно, используя оборудование, решать… В любом случае, видно, что… Я еще раз напомню, что правила игры нашего открытого урока. Педагог получает планшет, учебник за неделю до урод, поэтому надо к чему-то привыкнуть. Доска эта к нам приехала просто сегодня за полчаса. Ну, мы сегодня, да, в стене встретились за час до начала урока. Многие из учеников здесь впервые увидели сегодня планшет или вот такой гибридный компьютер вообще впервые сегодня здесь у нас. И все равно мы уже можем вполне делать урок. А если чуть-чуть с этим пожить, да, то понятно, что это становится частью вашего инструментария, и все более-менее должно быть удобно, чтобы с этим работать. Дальше идем. Может быть, коллеги вот слышатся ошибления. Можно ли использовать электронный учебник при подготовке к ОГЭ? Обязательно нужно, потому что разделы… Еще раз зайдем в учебник. Значит, посмотрите, пожалуйста, разделы, которые содержат содержание, да, эти разделы – это сжатая информация как раз повторений тех основных тем, правил, определений. Но если необходима в данной ситуации какая-то более расширенная информация, это тоже также есть в печатной версии учебника. И поэтому, конечно, при подготовке здесь есть и экспериментальные задачи, и решение задач точно так же способствует подготовке обязательно к ОГЭ. То есть в учебнике есть кратко изложенное содержание, и оно писалось авторами учебника или редакционной группой, и выберенное, и на самом деле мы уже смотрели, что ученикам очень нравится, что можно то, что читаешь, и, в общем-то, для повторения, мгновенно сжата данная информация, данные иллюстрации, данные эксперименты, и это позволяет быстро двигаться по теме, когда готовишься к экзамену. Можно ли интегрировать электронный учебник с электронными приборами, с фермерными лабораториями? Ну, тот же самый вопрос интегрировать, надо совмещать, только комбинировать один продукт и другой. Да, я так понимаю, что можно ли подключать прямо приборы к устройствам, которые пользуются? Да, есть такие программные возможности, такие приборы можно подключать. И, кстати, новый диск тоже реализует программное обеспечение для таких возможностей, поэтому это все будет в наших руках, как только появится у нас устройство. Вот все эти вещи мы, я думаю, что мы обязательно и такой открытый рог проведем, когда приборы прямо подключены к виртуальной лаборатории, уже не виртуальной, цифровой. И можно пользоваться в таком уже очень современном виде. Дальше. Много вопросов про учебники. Да. Так, это про другое. Сейчас я к этому вернусь, про абробацию. Какие возможности есть в учебнике для организации фронтальной работы? Фронтальная работа имеется в виду одно задание на весь класс. Мы повторяли, когда это фронтальная работа, можно и также решать задачи фронтально. То есть учебник это предполагает, поэтому любая работа, продуманная учителем. Но лучше бы, чтобы эта работа была индивидуальна. Есть ли в учебнике лабораторный практикум? В этом учебнике нет. Это учебник, дело в том, что учебный комплект «Сфера», у них несколько содержит и учебник, и рабочую тетрадь, и практикум. Поэтому это разные совершенно, так скажем, учебные пособия. Сейчас мы работаем вот с учебником. Да, но задача Хридаси состоит, чтобы 1 сентября практикумы, которые разработаны в наших дружеских компаниях или наши собственные, будут подключены тоже к учебнику просвещения и будут там находиться. Поэтому, в общем-то, некоторая возможность собрать все в одном планшете, то, что сейчас идет по разным книгам, это тоже возможность электронного учебника. Ну вот, очень много еще других вопросов. Я немножко отвечу уже про вопросы, которые мы вместе здесь остаемся, которые относятся уже к самоапробации. Но прежде чем идти туда, я хотел бы чуть-чуть услышать вас про сегодняшний урок. Кроме того, что мы сейчас поговорили про виртуальные и не виртуальные, а вообще вот такая жизнь в таком классе. Хотелось бы сказать, что было очень интересно работать с реальной лабораторией, но немножко не хватило электронного учебника, потому что мы все-таки пришли на урок с электронным пособием, и у нас его не было. Может быть, мы сейчас поменяемся с ребятами и поработаем немножко. У вас он был в начале урока, вы работали точно так же с электронным, только фронтальным, только фронтальным. Это очень важное замечание, что хочется в руках уже держать электронный, по нему быстрее навигация, быстро находишь то, что нужно, да, легче листать страницы в этом смысле. Так, еще какие у вас ощущения сегодняшнего урока? Виртуальная часть. Я считаю, что если выбирать виртуальную лабораторию или реальную, мне кажется, что именно учебник сам интереснее, когда он в электронном виде, а вот уже сам эксперимент интереснее все-таки делать в настоящей жизни. Вы ровно то говорите. То есть теорию лучше смотреть в электронном виде, да, а саму практику совершать уже с реальными объектами. Вот так мы и ощущаем, когда мы ставим учебник, то есть мы полагаем, что наши планшеты, наше устройство не заменят вот этих замечательных подносов. Сам учебник, может, и заменит как теоретический материал, а как практику. А все приборы остаются в реальной жизни. А я считаю, должен быть выбор, и перед уроком я подошла, я так делаю со своими учениками, да, я их спрашиваю, даю им выбор самостоятельный, той формы работы, которую они хотят на сегодняшнем уроке. И вы, в принципе, многие, кроме Павла. Павел очень хотел работать с реальными объектами, но его зарегистрировали в планшете, поэтому он вынужден был. А так, я думаю, что должен быть выбор, да, и это правильно, когда вы выбираете тот вид деятельности, который вот сейчас, это и формирует мотивацию вашу к обучению, вам интересно, потому что вам с реальными объектами, а им вот захотелось поработать с виртуальными. Прошу заметить, несмотря на то, что меня сюда, ну так, посадили за электронный учебник, ни капельки не жалею о том, что меня сюда пересадили, потому что мне, наверное, повезло, я в школе с реальными объектами работал на лабораторных, а вот подвигать на планшете те же самые приборы, это очень необычно и новое. Я, как бы, с вами полностью согласен, что предоставлять детям выбор – это то, что, как бы, сможет их смотивировать и как-то завлечь, вовлечь это в эту работу. Ну уж точно совершенно, что поработав вот так, вы потом, когда окажетесь в виртуальной лабораторной, да, вы попробуете, все посмотрите, и, может быть, можно что-нибудь сделать такое, что невозможно в реальной жизни сделать. Да, да. То есть можно погрузить груз, но не до конца, чуть-чуть, посмотреть, что будет, и остановить, да. Так, теперь мы, нам еще приходит вопрос за вопросами, их очень много, я немножко расскажу про апробацию, которая сейчас идет, да. Я напоминаю, что идет апробация, что одна из причин, почему не загружаются учебники, связанная с тем, что пытаются поставить учебники на смартфоны, этого делать не надо. Пытаются использовать программные платформы, платформы, версии до тех, которые указаны в нашей аннотации, то есть там четвертый андроид или 4.1, это просто разные андроиды, и надо иметь в виду, хотя мы сейчас быстро делаем так, чтобы и на четвертом тоже это работало. Еще раз говорю, Apple появится к 1 мая, у вас еще будет целый месяц попробовать на iOS на платформе работать, но мы видим, все больше и больше педагогов в стране получается, цифра немаленькая, все многие пользуются этой возможности, я знаю, что требуется, есть инерция, требуется время, чтобы воспользоваться. Может быть наши уроки вас убеждают, все-таки взять планшет у вашего внука или вашего сына, у вашей дочери, внучки, или отнять планшет у ученика, ну то есть делать, причем это очень просто сделать, надо сказать, что с чем же вы это, вместо того, чтобы учиться и читать книгу, что-то такое делать в планшете, забрать, и за время урока можно установить учебники просвещения и тоже попробовать вместе делать. Мы сделали так, что теперь можно, вы можете предоставить учебники и своим ученикам тоже, то есть со второй части нашей апробации, такая возможность у вас есть, посмотрите, как это делать, вы можете себе взять столько кодов, сколько есть у вас учеников в классе, поэтому попробуйте, такой сейчас шанс есть. Я надеюсь, что к первому сентября все учебники будут выверены, будут работать, мы ваши замечания получаем, мы их обрабатываем, замечаний очень много, но спасибо, что и много добрых слов. Точно скажу, что нам эти открытые уроки, которые мы делаем прямо в реальном времени, не репетируя, нам очень помогают осознать, с чем же столкнется педагог, и вот я вижу и ваши лица, дорогие педагоги, да, вон сколько всего, оказывается, надо знать, чтобы работать в классе. Ну, сегодня мы такую уникальную вещь, что у нас и такая лаборатория, и такая, и еще мы находимся в пространстве, которое напичкан техникой, потому что мы хотим показать вам, дорогие зрители, что происходит на каждом планшете у каждого из нас. Видите, наши радиоволны не позволили нам сегодня увидеть наш класс на доске, но каждый учебник в реальности работает очень быстро. Были у вас задержки в работе сегодня? Не с учебником, не с виртуальной лабораторией нового диска, да, все работает, в самых планшетах все работает очень быстро, я вам тоже сказать, извините, что вы это не увидели, да, но зато у вас самые надежные. Да, видите, у нас были сбои, у нас не вывелись образы, рабочий стол наших учеников на интервью на доску, зато у вас все было при вас и всегда работает, даже если совсем не будет никакого электричества. Каким должно быть оптимальное число учеников в классе, чтобы работать с электронными учебниками? Я думаю, что, опять, еще раз повторюсь, вот нам говорили о том, что, ну, сколько позволит школа себе планшетов и дети, я думаю, что организовать можно с любым количеством детей. То есть вот такой урок, как сегодня? И с минимальным точно так же можно организовать. То есть вот такой урок, как сегодня, можно было делать, если у нас было 25 учеников? Да, конечно, разделиться и потом просто гипотезы эти. Можно в группе организовать было работу, да, чтобы поработали вдвоем на планшете, для того, чтобы больше человек успел поработать с цифровыми объектами. Марина Илагин спросит, вы советуете каждый урок пользоваться электронным учебником? Я советую пользоваться электронным учебником, он удобен, он оптимизирует урок, и за урок очень много можно успеть, потому что информация, которая там, позволяет это сделать. Да, даже для нашей правой половины, вы правой, правой, правой половины класса, да, все равно мы определяем электронный учебник на электронной доске. Я напомню, что это доска Smart, да, компании Digis, эту доску распространяет у нас группа компаний в стране. И быстро демонстрация того, что то, что вы показали в начале урока, это, конечно, это возможность уже электронного учебника. И, я думаю, быстро осваиваться. Опять же, вы подгрузили свои элементы, и они там были, вы чем-то не успели воспользоваться, но это все есть, и это становится достоянием вас, у вас в планете учебник электронный уже учителя, ваша версия. Ну, мне кажется, мы более-менее все проговорили, да? Я думаю, что да. Скажу спасибо за сегодняшний урок, Татьяна Борисовна, да? Спасибо, дорогие ученики, спасибо все наши зрители. Еще раз напомню, что мы пользовались сегодня гибридными устройствами, то есть это планшет вместе с клавиатурой. Планшет можно отсюда взять, да, если правильно понимаю, поддержите клавиатурой, да, чтобы… Да. Вот, пожалуйста, это планшет, это Windows 8.1, разные, очень разные устройства. Мы стараемся, чтобы учебники просвещения можно было проигрывать на любых устройствах, да? Мы пользуемся сегодня электронной доской, интерактивной доской Smart, которую нам предоставила группа компании Digis, и мы сегодня пользуемся виртуальной лабораторной, которая была и в планшетах, и на доске. И ее приготовил новый диск, который является вообще лидером по созданию такого продукта, я его называю для себя обустраивающего уроки. То есть с тем, что делает новый диск, уроки делать одно удовольствие. Спасибо вам большое. До следующего урока, который будет ровно… Нет, не через неделю, у нас там праздники, наверное, да, я забыл. Будут праздники, да? Будут праздники. Выпадают. Мне кажется, 18 мая в понедельник в 6 часов вечера у нас следующий урок, и на этом уроке мы попробуем еще разные варианты работы с электронными устройствами. Мне кажется, это будет снова урок английского языка, если я не ошибаюсь. Но могу я ошибаться. В любом случае, я призываю смотреть уроки не только своего предмета, но и другого, потому что во всем этом подсказки. И чем, как я начал, сегодняшний наш урок начал с того, что, по-моему, это не попало в кадр. Чем больше совершает ошибок ученик, тем легче с ним работать, потому что есть с чем работать. Тем больше технических каких-то вещей, которые нам приходится преодолевать, и мы сами совершаем ошибки, преодолевая их в начальном этапе, тем больше мы усваиваем, тем быстрее усваиваем, и потом это все будет идти как по маслу, и у нас будет замечательная быстрая жизнь, в которой мы какие-то формальные вещи урока проходим быстро, и много времени остается на то, чтобы поговорить, расспросить и все-таки спросить, кто-нибудь из вас когда-нибудь в жизни видел айсберг настоящий? Я скажу, что я видел. И самая странная вещь у этого огромного айсберга, это было в северных широтах, был штиль, мы спустили лодку-зодиак надувную, стали обходить, не оплывать, так марки могли, обходить этот айсберг, и вдруг я увидел, что с одной стороны, как будто его кошка огромная или тигр, не знаю кто это, просто вот так взял и расцарапал. И мне бывалые сказали, что когда айсберг движется по земле, медленно-медленно по суше, потом он, лед, да, этот глейшер, да, потом он отламывается, он переворачивается, и эти следы земли на одной из сторон так еще и долго на нем сохраняются. Вот эти кусочки земли, эти я и видел на этом айсберге. И я всегда помню картинку изучения, когда вы сегодня, что снизу самый большой, там он большой. Вы не представляете, у нас была двухмачтовая шхуна, очень, 156 метров в длину, она казалась маленькой на фоне того айсберга, который мы видели у берегов Гренландии. Поэтому природа чудесна, удивительна, потрясающая, и никакие виртуальные путешествия не заметят реальной встречи с реальным айсбергом. Спасибо вам большое, до следующего урока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.